Друзья, всех приветствую! Меня зовут Джулия. Сегодня мы с вами будем разбирать такую технику медитации как тратака. Расскажу, для чего она нужна. И, соответственно, если вам это срезонирует, то вы можете воспользоваться этой техникой в своих медитативных практиках. В каждой религии, в каждом ответвлении, которые хоть как-то имеют упор на духовное развитие, духовный рост, будь то буддизм, будь то индуизм, направления, которые помогают человеку духовно вырасти и вырасти над своим умом, стать осознанней. В каждом этом ответвлении есть практики, и они основные. Это практики по концентрации. Теми или иными способами все религии, все духовные учения людей настраивают на одно — умей контролировать свой ум. И, соответственно, очень много изобилия практик по тому, как правильно концентрироваться, о том, как правильно взять свой ум под контроль, приумножать свою осознанность. Практически все религии, все направления по духовному росту говорят о том, что нужно медитировать. Потому что сейчас у нас как раз-таки все направлено на то, чтобы наш ум как раз-таки дестабилизировать. Потому что концентрация у нас сейчас просто ужасная. И чем больше люди смотрят короткие ролики, чем больше они поглощают информацию в очень коротком формате. То есть короткие видео на ютубе, даже часовые лекции, например, на ютубе по 20 минут, по 30 минут, по часовая лекция на одну тему, например. Например, да, потом он смотрит что-то другое, это тоже короткая информация. И, конечно же, наш ум, он ни на чем дольше нескольких минут сконцентрироваться не может. Например, если у вас следующая проблема. Вот вы открыли книгу, вы прочитали три страницы, вы вообще не поняли, чего вы прочитали, потому что вы думали о своем. Через пять минут вы уже отложили книгу, и ваш ум, он, о, вспомнил, надо вот это сделать, и вы пошли делать совершенно другое дело. Начали делать другое дело, вспомнили про четвертое дело, начали делать четвертое дело. То есть ваш ум, он просто распылен абсолютно, и при этом он делает очень много всего, но при этом не делает ничего. Ваш ум контролирует вас, да, то есть вы не можете ни на чем сосредоточиться дольше, чем на три-пять минут. Хорошо, если у вас есть какое-то занятие, которое способствует концентрации. Это может быть рисование, это может быть увлечение точными науками, например, математикой, да, где нужно... Ну, я здесь, да, какие-то точные науки, да, если вы являетесь ученым, вы являетесь, там, программистом, например, да, и вам ваша деятельность направлена на то, что вы должны сконцентрироваться на одной задаче дольше, чем, там, 15-20-30 минут, дольше, чем час. Вот, то есть усидчивость сейчас, концентрация, она просто... Наша цивилизация объявила войну концентрации и объявила войну усидчивости, потому что сейчас это хиллесово пята. Соответственно, что мы из этого получаем? Если у человека нет таланта концентрации, да, не можете вы ни на чем сосредоточиться дольше, чем... Дольше, чем, там, 30-40 минут, если у вас вот эта проблема названа ей, что вы одно дело начали, потом бросили, пошли делать пятое, потом забыли, пришли, вообще у вас полный хаос, и при этом ничего не сделано, да. Соответственно, у вас рассинхронизированы правое и левое полушария, они вот так друг друга тянут в разные направления. Естественно, у вас страдает память, ну, я не говорю, не ставлю вам диагнозы, да, но вы можете это у себя отследить. Страдает память, то есть у вас работает только краткосрочная память, да и то фигово, да, то есть ты пришел в другую комнату, забыл, чем шел, зачем шел, сделал вообще другое дело, вернулся обратно, вспомнил, что ты вообще хотел другое дело сделать. И такого становится больше и больше и больше, потому что у нас мозг откровенно тупеет, у нас мозг откровенно тормозит. Вот, и, соответственно, множество практик было дано древними цивилизациями, очень много практик дает индуизм, дают веды, есть даже та же самая йога, она усиливает концентрацию, да. В общем, различные направления, они разными языками говорят об одном и том же, тренируй свой мозг и учись свой мозг контролировать, да, учись свой мозг концентрации для того, чтобы ты обрел эту осознанность. Потому что если у тебя хуже осознанность, то ты приходишь в магазин, набираешь себе кучу ненужной вредной еды, кушаешь и потом думаешь, блин, ну ладно, завтра буду начинать питаться нормально. Но опять приходишь в магазин, снова набираешь, ой, вот это хочу, автоматические реакции, да, про которые я неоднократно говорю в своих видео на ютубе. И о чем говорят очень многие учителя, о чем говорят, да, о том, что мы рабы автоматических реакций. Соответственно, умение концентрироваться, это прямой антидот от автоматических реакций. Потому что если ты можешь от этих автоматических реакций быть свободным и исходить, принимать какие-то действия из осознанности, а не из того, что тебе твой ум зашоренный сказал, что так, сегодня кушаем вот это, так, давай-ка посмотрим сериальчик, я хочу отдохнуть. Соответственно, очень мало ментальной энергии, ментальная энергия, ментальное тело полностью загажено, соответственно, все практики по концентрации, это про очищение, про тренировку ментального тела. Да, ну, это не всем, я более чем уверена, что многие из вас эту практику могут и забросить, могут и даже не начинать делать, потому что у людей идет сначала эфирное тело, физическое тело, потом эфирное тело, потом только ментальное тело, да, для того, чтобы заниматься ментальным телом, нужно прокачать эфирное тело. Соответственно, то, что, ну, те практики, которые сейчас даю, они, ну, на прокачку ментального тела. Соответственно, практика трата-ка, это один из вариантов концентрации на одном предмете, либо на пламени свечи. То есть, с одной стороны, это может казаться абсолютно тупорылым занятием, сидеть и смотреть в точку, как идиот, да, и при этом можете думать, господи, я столько могу сейчас важных, мощных дел сделать, да, и... Но именно эти простые упражнения, именно эти простые занятия, они заметно облегчат вашу жизнь, они принимают решения, да, вернут ваши бразды правления над вашим умом вам, вашей душе, а не вот этим автоматическим реакциям. У меня было время, когда я очень мощно практиковала трата-ку, выполняла каждый день эти упражнения, то есть мне давал их мой учитель. Я, наверное, полгода каждый день смотрела вот в точку, вот, там было несколько вариантов упражнений по нарастающей, вот, и, соответственно, у меня очень сильно увеличились мои способности, очень сильно увеличились экстрасенсорные способности, и были очень чистые сны, и очень чистое состояние сознания. Вот, то есть я могу прям сказать, что у меня, вот именно такой мусорный какой-то ум, да, мусора в голове было гораздо меньше, то есть гораздо больше было осознанности, принятие каких-то творческих решений, умение придумать что-то новое, занятие творчеством, вообще, в общем и целом, было больше энергии. И, соответственно, я очень рекомендую эту практику вам делать ее как можно чаще, и, соответственно, в ней добиваться успехов, в ней как-то расти. Сейчас я трата-ку делаю время от времени, то есть в основном я делаю медитацию, трата-ку я тоже практикую, но не так часто, как делала тогда. Итак, трата-ка это концентрация на одной точке, возможно, это будет пламя свечи. Я рекомендую для тех, у кого поражена, поражена стихия огня, например, у вас есть в натальной карте поражение к солнцу, либо у вас вы родились, например, осенью, да, тогда, когда солнце ослаблено, либо у вас недостаток жизненной энергии, недостаток сил, недостаток вот этого огня, да, тогда вы делаете эту практику на пламя свечи. И если, кстати, тоже плохое зрение, то полезно делать эту практику на пламя свечи. Если же наоборот, у вас взрывоопасный характер, вы делаете 10 дел одновременно и, короче, не можете себя никак контролировать, там, страдаете головными болями, бессонницей и так далее, тогда, конечно, трата-ку делать не стоит. Вот, потому что усиливать и без того сильную, мощную огненную энергию ее не нужно. Если у вас очень много огня в натальной карте, да, если у вас огонь сильный в натальной карте, то тоже трата-ку делать нужно на точку, а не на пламя свечи. Трат-ка, она дисциплинирует и тренирует ваше внимание. Это очень и очень сложная тема, потому что усидеть и действительно дисциплинированно практиковать эту практику, ну, не так-то просто, потому что тебе, ну, мозг будет тебе постоянно, да, да, это фигня, это не работает, зачем это надо, короче, будет постоянно отвлекать. Хотя это является самой мощной дисциплиной и самой эффективной техникой для того, чтобы, наконец-то, взять образы правления над умом в свои руки. Практику не стоит практиковать людям, у кого есть заболевания глаз, например, голоукома, катаракта, конъюнктивит, да, если слезотечение повышено, да, например, не знаю, там человек болеет гриппом, либо у него аллергии какие-то, и у него слезотечение, и, соответственно, трату-ку садиться делать это, ну, естественно, не стоит, потому что это будет сплошное мучение сидеть с открытыми глазами. Светобоязнь, да, если вы, например, на пламя свечи собираетесь делать повышено черепное давление, то есть, ну, естественно, это единичное состояние, если у человека чувствуете, что у вас болит голова, что вообще просто там пульсирует в висках и чувствуете себя не очень хорошо, конечно, ну, медитировать на пламя свечи не стоит, потому что вы будете тем самым еще сильнее голову напрягать, да, какие-то головные боли сильные тоже лучше трат-ку не практиковать. Различные глазные воспаления и, конечно же, операции на глаза, если у вас были, тоже не стоит делать это упражнение. Также эта практика, она способствует развитию третьего глаза, наполнение энергии аджна-чакры, соответственно, когда вы созерцаете пламя свечи, у нас все наше тело также разбито по секторам, по стихиям, то есть, все, что находится до свадхистана-чакры, да, манипура-чакры, это все отвечает за стихию земля, то есть, это ваши ноги и манипура-чакры, манипура-чакры, все, что находится выше до анахата-чакры, это стихия воды, анахата-чакры и вишутха-чакры, это стихия воздуха и ваша голова, соответственно, это стихия огня. Когда вы визуализируете на пламя свечи, тем самым вы активируете свою аджна-чакру, что усиливает вашу интуицию. Я вам сейчас сразу хочу сказать, ребята, эта практика не раскрывает там какие-то, ну, не раскрывает экстрасенсорные способности, не раскрывает третий глаз, не будете вы там мгновенно ходить с открытым глазом и созерцать там всех всяких существ и так далее, нет, это просто усилит вашу концентрацию. Для того, чтобы открыть там экстрасенсорные способности, раскрыть третий глаз, вам еще надо кучу всего сделать и еще кучу какого-то духовного роста пройти, чтобы к этому быть готовым. Поэтому это просто усилит вашу концентрацию, усилит вашу интуицию, раскроет ваши способности по чувствованию, да, как правильно сделать в жизни, энергию, да, очистить. И также наполнится стихией огня, соответственно, наполнится активной энергией, да, энергией активности, энергией такого, такой движухи, да, наполнится, ну, этим наполнится. Как выполняется эта практика? Делать ее можно либо утром, либо наоборот, вечером перед сном, так как вам удобно. Созерцать вы можете либо точку размером чуть меньше, диаметром чуть меньше сантиметра, допустим, там 5-7 миллиметров, черная точка, нарисованная на белом листе, поставленная на уровне глаз. Где-то около 15-10-15 минут вы созерцаете эту точку. Эта точка будет двоиться, будет сложно усидеть, время растянется до самых неимоверных размеров, вот, но это именно то, что поможет вам сконцентрировать внимание. То есть вы смотрите, созерцаете точку, соответственно, пытаясь в медитативном состоянии заглушить внутренний диалог, только сосредоточиться на точке. Ваш ум будет просто взрываться от ужаса, потому что ему не на что зацепиться, не за что зацепиться. Он не может оценить, то есть наш ум, наш мозг, вот он, я не знаю, вот я сейчас смотрю вокруг себя, да, куча всего. Мозг супер доволен, он может определить цвет, форму, наполнение. Как я могу это применить, там, переставить свой цветок, поставить другой, пересадить. Короче, мозг, у мозга есть пища. Когда вы концентрируетесь просто на точке, ваш мозг взрывается, потому что ему нечего анализировать, потому что он не может применить свои аналитические способности, он не может как-то вот сам себя занять. Ну вот, и, соответственно, это очень мощная практика по тренировке мозга. То есть здесь вы свой мозг начинаете дисциплинировать и укращать, да. Конечно же, хорошо, если во время этой практики вы ни о чем не думаете, да, то есть вы только сконцентрировались на точке. Есть только точка, в этой вселенной больше не существует ничего, вот только точка. 15 минут, 10-15, она, этого будет достаточно. То же самое с пламенем свечи. На уровне глаз также, там, на уровне от метр, либо полтора, метр-полтора, на уровне глаз нужно поставить пламя свечи. Вот, и, соответственно, созерцать его самую яркую часть. Если точка располагается на расстоянии примерно одного метра, то пламя свечи располагается на расстоянии чуть больше вытянутой руки. Вот, то есть ставите также на уровне глаз и начинайте сосредотачиваться и концентрироваться на самой яркой части пламени свечи. Обязательно нужно, чтобы не было в доме сквозняков, чтобы пламя свечи горело ровно. Перед тем, как созерцать пламя свечи, нужно закрыть глаза на несколько секунд, то есть посидеть закрытыми глазами. Это может быть после тоже медитации, какой-то практики, после пения мантр. Далее вы открываете глаза, ну, где-то на минуту закрыли, открываете глаза и начинаете созерцать пламя свечи. Моргать можно, то есть вы можете моргать. Если вдруг вы чувствуете, что ваши глаза заслезились, какой-то дискомфорт, закрываете глаза, там, секунд на 20-30 и снова продолжаете созерцать пламя свечи. Также, как и на точке, вы концентрируетесь на пламени свечи, то есть отбрасываете любой анализ. Ваша задача только раствориться вот в пламени свечи, да, сконцентрироваться на нем и держать на нем свой взор. При созерцании пламени свечи также выключаем любой анализ, не даем мозгу анализировать, не даем мозгу делать выводов, да, просто созерцаем пламя свечи. Затем, после 15-10-15 минут, вы закрываете глаза и начинаете созерцать пламя свечи на внутреннем экране. Соответственно, вы развиваете из физического видения тонкое видение, да, то есть вы опять же раскрываете свою интуицию, да, какое-то внутреннее чувствование, умение вот тонко чувствовать тонкий пламя. И постарайтесь зафиксировать его так, чтобы оно не бегало туда-сюда, да. Бывает такое, когда ты долго, ну, посмотрел на солнце, начинаешь смотреть потом куда-то в другое место, и у тебя начинает вот этот солнечный отпечаток прыгать. Здесь вам нужно сделать так, чтобы попытаться понять, вот, дойти самостоятельно, как сделать так, чтобы это пламя свечи никуда не разбегалось, да, то есть это будет, ну, это внутренним ощущением, ну, с практикой вы до этого даете, как это сделать правильно. Вот, и затем постараться как можно дольше созерцать это пламя на внутреннем экране. И затем отпускаете этот образ, вот, и идете дальше жить свою прекрасную, замечательную, осознанную жизнь. Вот, также одним из признаков того, что вы делаете эту практику хорошо, является тот факт, что вы настолько сконцентрировались на пламени свечи или на точке, что вокруг вы уже не видите объектов, да, только точка, да, либо только свеча. Вокруг вы уже не видите никаких объектов, вы просто погружаетесь в эту точку, погружаетесь в это пламя, да, то есть оно начинает с вами, с вами как контактировать, вас засасывать, и вокруг, как бы, мир, он начинает немножко, как бы, стираться. То есть это очень хорошо, во-первых, развивает пространственное видение, то есть вы начинаете видеть не только, что перед носом находится, но и то, что находится вокруг вас. Соответственно, вы, весь взор, да, как бы, взор у вас не только, ну, не просто вот такой вот, вот, как сказать, стрелообразный, да, он начинает у вас выпрямляться, вы видите весь мир одновременно. То есть это тоже один из югических таких хороших навыков. В принципе, на этом все. Если вы уже практиковали, либо практикуете тратику, пишите, мне очень интересно ваши отзывы, как у вас это проходит, вот, либо, может быть, вы уже пробовали когда-то. Обязательно рекомендую вам попробовать эту технику. Хочу сразу сказать, что, ребята, не ждите, там, от этой практики каких-то ошеломительных результатов, да, у вас не должно быть никаких ожиданий, потому что эта практика, она работает очень, как бы сказать, незаметно. Вы становитесь более осознанным с каждым днем, более-более-более принимаете уже свои решения, видите, как по-другому протекают ваши мысли. Но в самом процессе вам может казаться, что ничего не происходит, хотя на самом деле у вас уже потихоньку меняется мышление. Главное — это делать эту практику. Если видео было вам полезным, пишите обязательно обратную связь. Люблю, целую и желаю вам замечательных результатов. Всем пока-пока!